Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам предоставить мою новую работу, вот эта вот желёдочка, жаккард, который я вязала очень долго. Я уже показывала несколько видео с таким изделием, а сегодня наконец-то я связала. И это изделие я назвала Лесная газета, потому что... Сейчас я вам покажу всё поближе, и вы поймёте, почему Лесная газета. Поехали! Так, мой жилет, лесная сказка, лесная газета. Окунёмся мы в такую вот прекрасную историю. Значит, посмотрим. Птичка, грушка, ёлочка и зайчик. И вот здесь у этих вот животных и... ну, не животных, да, написано что-то. Такие здесь вот как будто буковки. Слова, статья о жизни леса. Так, это одна половиночка. И вверху у меня здесь, видите, вывязаны птички. Птички сидят где-то там на веточках или на проводах. Ну, вот такая вот у меня одна половиночка. Перейдём ко второй половиночке. Здесь жёлудь, дубовые листья и лось. То есть лось живёт в дубовом лесу. И опять же таки буковки, что-то написано, слова, статейки. И переходим к верху. А там где-то мышка наружка. Нашла себе тёпленькое местечко, норку и живёт. Вот такая вот прекрасная мышка у меня вывязалась. Такая вот интересная получилась газета лесная. Так, теперь перейдём к спиночке. Спиночка очень интересная. Тоже вся вывязана всякими элементами. И, значит, расскажу я сказку о изделии со стороны спиночки. Так, значит, смотрим. Вот это как бы идёт дерево. Дерево. А вот это как бы вверху. Это крона дерева. Ну пусть будет это дуб. И в дубе дупло, в котором сидит сова, и её подружка или друг паучок, который свисает на своей паутиночке. Вот такая вот интересная работа у меня. Ну и, конечно, здесь что-то написано. Перейдём мы к верху. К, значит, ветвям дуба. Сидят там птички. Где-то там летают птички. А может, это птички те, которые в далёкие края собираются лететь. И улиточка, которая залезла по дереву и нашла себе укромное местечко. Вот такая вот интересная у меня сказка. Значит, одна половиночка. Здесь, кстати, с трёх половиночек связано. Одна половиночка. Это опадают уже остатки листвы. Также, видите, здесь я как бы написано что-то. И старалась, чтобы разнообразить, цвета разные вставить. И, значит, ещё одна половиночка. Это половиночка полёт птицы. Такая вот птица вышла классная. И я постаралась вот здесь вывязать тучки. Ну, как бы небо. Да, там тучки уже такое небо. Осенне-зимнее. Возможно, это даже тучки со снегом. И летит птица. И так постепенно опустимся к подножью дерева. Тут грибочки, остатки грибочков. И семейка солнышек. Это такая история интересная. Полезла я пуговички для этого проекта искать. О пуговичках я там дальше расскажу. И увидела вот такую вот пуговку. Это пуговка. И вот такие вот маленькие пуговки. Я думаю, боже, это же семейка таких вот солнышек. Да? И я так взяла и сюда. Раз. И приделала. А пусть будет. А почему бы и нет? Я же рукодельница. Я же фантазёрка. И вот такая вот интересная получилась история-сказка. Пуговичка. Хочу сразу сказать, что для этого проекта, цель этого проекта была вывязать маленькие остатки пряжи. То есть там 20, 30, 40 и так далее грамм. И я справилась на отлично. Мне очень нравится. Я надеюсь, что вы оцените мой труд. Так. И расскажу об отделочке. Сейчас переверну на лицо и расскажу. Так. Смотрим. Значит, горловинку. Горловинку я просто набрала вот там петелечки и вывязала резиночкой один на один. Значит, здесь спицы были побольше. Я не помню. Тройка, по-моему. А уже сюда к концу я меньшим размером спиц это делала, вывязывала и закрыла иголочкой. Такая вот хорошая горловинка получилась. Не стала я, знаете, делать вот этот закрытый шов. Но думаю, зачем. Потому что, ну, сами видите, всё-таки изнанка здесь в жаккарде не такая уж у меня и достойная получилась. Ну, скажу как есть. И, значит, вот рукавчик. Точно так же резиночка один на один. И по пуговичкам. Сюда я лепила разные пуговички. Больше, меньше, но самое большее подошли вот эти вот малышечки. Такие вот маленькие пуговки. Здесь я, значит, отделочку сделала. Я провязала три ряда крючочком. И вот этом вот, как это правая, да, сторона. Третий ряд я вязала, значит, с петелечками. Вот видите, провязывала. Их как бы не видно. Ну, думаю, сколько там какие пуговички. Ну, остановилась один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, четыре, шесть на семи пуговичках. Вот такой вот получился у меня мой шедевр. Мне нравится. И я влюбилась в него. Надеюсь, вы тоже оцените мою работу. Вот так вот. Сейчас покажу еще изнаночку. Вот так выглядит изнаночка. Я, значит, сильно не заморачивалась. Протяжки побольше делала. Ну, ничего. Оно, когда постирается, это я только отпарила изделие. Оно закошлатится. Потому что здесь все вот эти клубочки были с шерстью. Больше, меньше процент. Ну, шерсть. И она такая, кстати, легенькая получилась. И очень тепленькая. И она на мне такая вот широкенькая. Очень хорошо ее будет носить. Я довольна. Так. Посмотрели мы вот эту вот прекрасную желёточку. Убедились, что она очень интересная. Она очень сказочная. Такая вот сказка, лесная сказка. И я хочу сказать, что я очень довольна своей работой. Так. У меня есть еще одна работа, которую хочу я вам показать тоже с элементами жаккарда. Так. Дождитесь. Я вам покажу. А сейчас такой маленький анонс. У меня вот есть две такие работы, на которые будет мастер-класс. Вот это вот такие носочки. Новогодние носочки, которых будет попетельный мастер-класс, который вы еще успеете связать к Новому году и подарить своим родным. Или сделать фотосессию. Очень я подробно все показываю, как вывязывается. Также подробно по рядам показываю, как вывязать этого прекрасного снегуря. Снегуря. Снегур, как правильно назвать. Очень такая интересная новогодняя работа. И еще. Еще самые обыкновенные рукавички. Покажу, как они вяжутся. Они вяжутся очень легко. И будет здесь сюрприз. На лицевой стороне. Так что смотрите мои видео. Подписывайтесь. И вы увидите, что из этого получится. Очень интересно будет. Обещаю вам. Так. Теперь о второй моей работе. Значит так. У меня этого изделия в наличии нет. Но остались фотографии. Я вот на днях листала свои фотографии. И увидела это изделие. И решила, что когда я буду снимать об этой желёдочке. Шикарной. Я вам покажу и другую желёдочку. Потому что как бы они должны быть в паре. И вот смотрите какая красота. А теперь о длинной жилеточке. Как-то. Когда делать было нечего. Вечером. Да. Как говорят. Вечером делать нечего. Пошла я смотреть свои запасы пряжи. Вернее не сколько запасы. Сколько вот эти вот маленькие клубочки остаточков. Ну смотрела разные цвета. И пришло у меня вдохновение связать что-то с жаккардом. Ну как бы изделие такое большое. Я что-то и не планировала вязать. А вот что-то маленькое захотелось. Но я решила вывязать вот на тот момент. Мне захотелось вывязать домик. И я начала вязать этот домик. Ну такой вот квадратик или прямоугольничек был там. Я уже точно не помню. Вывязала я домик. Мне это понравилось. Потом еще один домик. То есть такими вот квадратиками прямоугольниками. Потом еще и еще вязала. И они были абсолютно разной формы. Не было там единого стандарта. Ну по-моему если я не ошибаюсь. Я так по фото посмотрела. Наверное 8 элементов этих было. Сложила их. Лежат они так. И думаю. Так. Наверное то ли салфеточку. То ли что-то я так их соединю и сделаю. Потому что ну красиво. То ли наволочку на подушку. Я даже не знала что. Но я хотела применить эти вывязанные мои шедевры куда-то. Ну и потом начала я их крючочком связывала. Где там не доставала высоты. Довязывала. Где ширины. Короче соединила полотно. Получилось такое вот длинное полотно. Да. Довольно таки длинное. Потому что по низу оно идет вот так вот. Хорошо соединялось. И значит. Когда я это соединила. Я еще там повышевала. Вот я сейчас вам фото покажу. Где я вышила такой фонарь уличный. И прикрепила стразик. Желтенький. Такой как вроде горит свет. И рядом домики. В домике в окошко тоже такой стразик. Ну горит свет. Вот смотрите. Да. Вот оригинально. Да. И там где-то бусинки. Что-то там поделала. Ну и конечно. Ну как же оставить это все вот так. Недоделанным. Ну я решила связать что-то. Добрала петли. Я значит. И начала снизу вверх вязать. И там сколько у меня было пряжи. Вывязала. Получается вверх черным. Всю пряжу вывязала. Получился такой длинный жилет. И там оставались у меня пряжи черная и розовая. Я значит пару капчику бахраву черную сделала. И по низу розовую. Ну вот так мне захотелось. Вы уже на фото это видели. И получилось так очень оригинально. Я очень довольна. Спасибо моей доченьке за такие прекрасные фото. Она меня фотографировала. И слава Богу что они сохранились. Это очень большая память для меня. Я очень люблю свои изделия. И вы знаете. Я думаю как и многие из вас. Жалеют что ну раньше не было такой техники. Как говорится не дошла еще техника. В те далекие времена чтобы фоткать свои изделия. И вот если бы была тогда да вот такая вот доступность к фотографиям. А не вот тот фотик который старый надо было проявлять. То я думаю было бы очень много фотографий. И даже я иногда вот так вечером ложусь спать. И начинаю вспоминать что я в своей жизни вязала. Какие были первые изделия потом. Какие изделия своей маме вязала. Папе, мужу, детям. Своим друзьям я вязала. За деньги я никогда не вязала. Я вязала под желание. И под того человека который попросит. Который мне этот человек нравится. И который ценит мою работу. Ценит рукоделие. Вот таким людям, друзьям я вязала. Так. Ну сегодня все прекрасно. Все хорошо. Так. Дорогие мои друзья. Посмотрели мы на вот эту вот красоту. Которую я очень люблю. Это жилеточка. Она вязалась лет пять назад. Такая шикарная жилеточка. Я вам об ней все рассказала. Также рассказала об красоте, что на мне. И сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока, пока. С вами была любовь. Счастья, здоровья, мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok